Здравствуйте, с вами календарь рыболова на телеканале Трофей. Вторая половина августа является переломной для большинства видов рыб. Несмотря на теплую погоду, рыба инстинктивно начинает готовиться к осеннему похолоданию. Однако на этой неделе, благодаря теплой продолжительной погоде и благоприятной фазе луны, мы можем надеяться на хороший лов. На этой неделе мы будем ловить карася, чехонь, густеру и судака. Но обо всем по порядку. Небо на этой неделе обещает быть безоблачным. Осадка в синоптике не прогнозируют. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 26 до плюс 31 градуса, а ночью не опустится ниже плюс 17. Ветер будет преимущественно восточный, не превышающий 4 метра в секунду. Атмосферное давление приблизится к норме и будет держаться около 755 миллиметров ртутного столба. Через несколько дней после новолуния, начиная со вторника, клев по немдогу стабилизируется. Со второй половины недели рыба адаптируется к повышенной температуре и количество поклевок повысится. Карась проявит наибольшую активность в утренние и вечерние часы. Искать его в первую очередь следует в местах с обилием водной растительности. После восхода солнца он нередко заплывает под свисающие над водой деревья и границы камышника. Ловля происходит при помощи махового или матчевого удилища. Для ловли крупного карася нередко используют фидер. Леска подойдет сечением 0,13-0,15 миллиметров, а крючки номер 16-17. Состав прикормки не столь важен, но начиная со второй половины месяца в него следует добавлять побольше животной составляющей в виде рубленого червя, мотыля или опарыша, которые отлично послужат и в качестве приманки. Чихонь, как правило, обитает только на быстрых и больших реках на сильном течении, в участках, свободных от растительности. Ловля этой рыбы проходит с плавающих средств при помощи быстрого спиннинга. Диаметр лески от 0,15 до 0,18 миллиметров. Ловля проходит в основном на небольшие, вращающиеся блесны серебристых оттенков. Более мелкие особи, плавающие большими косяками, неплохо ловятся и на поплавок, на кузнечика, слепня или мотыля. Густера во второй половине месяца начинают собираться в большие стаи. Чаще всего ее можно будет найти в заводях с илестым дном. Ближе к концу лета эту рыбу все чаще ловят на поплавочные снасти. Удилище для более точного заброса потребуется не менее 4 метров длиной. Диаметр лески не должен превышать 0,3 миллиметра. К ней привязывается более тонкий поводок с крючками номер 3, номер 5 с укороченным цевьем. Отличной насадкой послужат моллюски, опарыш и красные земляные черви. Стоянки судака можно обнаружить у русла рек, на рельефном дне, свалах, буграх, закоряженных местах и у ракушечника. Основная снасть спиннинговая, оснащенная быстрой безинерционной катушкой с плетеной леской диаметром до 0,15 миллиметров. Тест удилища зависит от условий ловли. На реках с большой глубиной это 20-60 грамм, а на неглубокой, тихой воде достаточно 5-40 грамм. Чаще всего ловят со дна ступенчатой проводкой на джиг. Подведем итог. Ожидается солнечная и очень жаркая погода, поэтому наиболее перспективным временем для рыбалки станут утренние и вечерние часы. Карась будет держаться в мест водоема с обилием водной растительности. Ловим на поплавок, на опарыша, червя или мотыля. Чихонь предпочитает быстрое течение и чистую воду. Крупных особей ловим при помощи небольших блесен, а средних на поплавок, на кузнечика, слепня или мотыля. Густеру также ловим на поплавочные снасти, в местах с иллистым дном, на опарыша или червя. Судак будет держаться в мест водоема с рельефным дном. Ловим спиннингом, на джиг, в качестве приманок используем виброхвосты и силиконовые твистеры. Я желаю вам хорошо провести время на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова